Всем привет! Сегодня я начинаю снимать свою очередную игровую неделю, но прежде чем приступить непосредственно к игре, к своим процессам, я хочу начать это видео с приятного, а именно с розыгрыша схемы от Ирины Огей. Группа у неё называется «Созвездие полярные лисы». И в прошлом своём субботнем видео я вам предложила поучаствовать в розыгрыше схемы замечательной от Ирины. Это чудесные пасхальные кролики. Они очаровательные, они прелестные, совершенно просто замечательные. И давайте сейчас узнаем, кто же выиграл схемку. Итак, разыгрываем схему. Копирую ссылку на видео. Хочу сегодня воспользоваться другим рандомайзером. Посмотрим, что получится. Вот сразу мой канал. Какое видео тоже видно. Видно, сколько у нас тут просмотров, лайков. Это, наверное, комментарии. Дизлайков тоже. Загружаем. Загружаются. Вот все комментарии загружаются. Здесь их много. Страничек много. Если полистать, 33 страницы. И давайте будем выбирать случайным образом. То есть, вот, выбрать случайный комментарий. Есть тут такая кнопочка. Победителя, напоминаю, у нас будет три. Но на самом деле, я так предполагаю, что даже четыре. Поэтому смотрим внимательно. Итак, первый победитель. Так, Нина Иларионова. Здравствуйте, Ольга. Хочу пасхальных кроликов. Итак, первый победитель у нас есть. Нина Иларионова. Поздравляю, Нина. Контакт будет Ирины, да, нашего дизайнера Ирины Логи. Под этим видео в инфобоксе. Вы можете ей написать, сказать, что вы победитель розыгрыша. И Ирина пришлет вам схемку. Я, конечно же, тоже ей имена победителей сообщу. Но вы сами ей должны будете написать, чтобы она знала, куда вам схемку присылать. Так, выбираем следующего победителя. Возвращаемся сюда. Итак, выбираем следующий комментарий. Какая классная схема. Хочу схему Юлия, Юлия, 1986. Юлия, поздравляю тоже вас с победой. И схемка отправится к вам. Пишите Ирине. И выбираем третий комментарий. Итак, затаили дыхание. Поехали. Хочу кроликов. Хорошая неделя. Люблю наблюдать за вами. Спасибо Елене. Елена Панкратьева является нашим третьим победителем. Также, Елена, поздравляю. Пишите Ирине. И что еще? И это еще не все. Почему еще не все? Потому что Ирина мне написала о том, что ее очень тронул один комментарий. И она хотела бы автору этого комментария подарить схему. Сейчас я вам вставлю скрин этого комментария. Я так понимаю, что ник автора звучит как доктора Алена. И комментарии Алены. Зайчики прям чудесные. Очень отрадно, что это наши дизайнеры делают, а не заморские. Хочу схемку, надеюсь на удачу. Алена, я вас тоже поздравляю. Ирина дарит вам схемку. И вы также напишите, пожалуйста, ей, чтобы она знала, куда вам эту схемку прислать. Вот такие у нас победители сегодня. Девочки, поздравляю всех. Мне кажется, весна началась удачно. Но остальным напоминаю, что вы можете приобрести эту схемку со скидкой 20% до конца марта по кодовому слову MART. Также стучитесь в сообщение к Ирине, пишите ей кодовое слово MART и получайте схемку со скидкой 20%. Мне кажется, это тоже замечательно. Ну что ж, я поздравляю победителей. Напишите обязательно Ирине о том, что вы выиграли и куда вам отправить схемку, куда вам ее прислать. Контакты Ирины есть под этим видео в инфобоксе. Я также ей сообщу имена победителей. Ну и давайте перейдем к игре. У меня тут закончились очередные мои три недели. И перехожу к нижней части. Вот уже как быстро движется игра, как быстро идет время. И давайте вспомним, какие же процессы у меня сейчас в работе. Гоблин сет Париж по-прежнему вышивается, по-прежнему продвигается. Но радует то, что он действительно продвигается. И может быть не так уж глобально, но третий угол там есть. И это здорово и замечательно. То есть уже все-таки где-то финиш виден. Дальше на второй строчке это Ринка Зи. Шарик. Здесь осталось буквально один раз выпасть этому процессу. И он будет завершен. Дальше у нас игрок сменился. И теперь это Риолис. Ну я так оставлю 1358. Это сказочная долина. Вышивка шерстью. И тоже он у нас уже продвинулся. На четвертой строчке это Дименшенс Роза. Тоже буквально один раз осталось выпасть этому процессу, чтобы завершиться. На пятой строке золотые ручки перец. И тоже он близок к финишу. Осталось ну один-два раза его повышевать, чтобы закончить. Ну и на шестой строке огромный большой процесс. Это Риолис. Лошадки. В лучах заката называется эта работа. Ну там конечно о финише никакой речи нет и быть не может. Поэтому здесь будут вышиваться пока мы играем и еще и дольше. Вот. Такие процессы у меня. Что я еще хотела сегодня сделать? Я хотела, говорила вам об этом. Вообще вот моя коробочка с неначатыми работами, которые у меня в планах. Я хотела сюда еще добавить одну бумажку. Помнится вам говорила об этом. У меня много всяких маленьких наборчиков, которые мне хотелось бы вышить тоже. И которые много времени в принципе не займут. И не хочется писать каждый из этих наборчиков. На каждый заводить бумажку. И вот как-то там прям их разделять. Поэтому я решила завести одну бумажку. И напишу я на ней маленький набор. Вот. Маленький набор. И это будет любой набор, который небольшого размера. Небольшого, ну по моим меркам, видимо, по каким-то небольшого размера. Который мне захочется вышить. Который мне захочется взять вдруг в работу. Вот. Решила я добавить. Чтобы потом просто не забыть об этом. Тут вот как раз выбирала, что же мне начать. Так как в конце прошлой недели у нас был приз. И выпало начать работу. Да, можно начать любую работу. Поэтому я выбирала, что же мне начать. И вот вспомнила о том, что я хотела вот такую бумажечку сделать. С маленьким набором. Вот. Сделали. Закрыли. Убрали. И что же я буду начинать на этой неделе. Я призадумалась. Потому что все-таки, когда вот таким образом мне выпадает возможность начать набор. Я склоняюсь к тому, чтобы начать что-то небольшое. Потому что, ну, большого, в принципе, наверное, пока хватает. Ну и все равно еще поначинаю. Так сказать. Вот. Поэтому хотелось мне чего-то не очень большого. При этом очень хотелось именно весеннего. Я выбрала два самых весенних своих набора. На данный момент, мне кажется, это два таких самых, ну, небольших и самых весенних набора у меня. Хотя этот тоже можно сказать, что, ну, он летний, может быть, скорее. То есть гусь-то, он все-таки именно пасхальный. Поэтому он весенний. Безусловно, как бы, из-за этого. Из-за того, что пасхальный. А вот этот наборчик Гаден, он может быть и больше летний. Но при этом все-таки он такой светленький, такой нежненький. И у меня он тоже ассоциируется с весной. И думала, я думала, что же мне начать. И решила, что я хочу Милхилл. Волшебная сторона тоже, конечно, это классно и замечательно. Доставляет мне всегда массу приятных минут. Но все-таки я вот повышевала кружечку кофейную от Милхилла. Я поняла, что я не наигралась с Милхиллом. Мне хочется еще. Поэтому гуся я пока убираю. И буду начинать сад. Сад Милхилл 141616 артикул этого набора. Вот такая замечательная основа нежно-желтого такого цвета. Давайте откроем. Вот такая основа. Смотрите, это такая светленькая-желтенькая. С этой стороны она белая. С этой она вот такая желтенькая. Здесь замечательная пуговка стрекоза, которая пришивается тоже. Пришивается она вот здесь, прямо вверху в центре неба. И множество замечательных ниток и бисера. Давайте, наверное, на фоне этой основы буду показывать. Нитки просто восторг. Яркие, красивые, замечательные, совершенно чудеснейшие. Будет невероятно приятно ими вышиваться. Ну и, конечно же, бисер. Как же Милхилл без бисера. И здесь бисера довольно много. Он в двух пакетиках находится. Бисер покажу вам на белом фоне. Так будет по-виднее. Вот такой красивый бисер. Разнообразный и замечательный. Как всегда, вот здесь в пакетике тоже иголка для бисера, иголка для ниток. И так, ну вот в этом пакетике я, например, пяти-то не вижу. Здесь везде весь бисер он такой крупный. Зеленый, оранжевый и такой какой-нибудь ягодный. Так, а вот в этом пакетике, в этом пакетике есть петит. Петит здесь, насколько я понимаю, двух цветов. Это такой сиреневый и зелененький. А два других цвета, желтый и такой розоватый какой-то, они стандартного размера. Я уже не буду ничего рассказывать про Милхилл, потому что, ну, в прошлый раз рассказывала, как ниточки разбирать, и как с бисером разобраться тоже. Я не знала, что стрекоза драгонфлай по-английски. Драгонфлай. Интересно. Летающий дракон. Прикольно. Я не знала об этом. Ну, в общем, я открытие для себя сделала. Так. Цветов здесь используется довольно много. Я думаю, что проблем с разбором у меня возникнуть не должно. Довольно яркие, они хорошо отличающиеся, как на первый взгляд, по крайней мере. И вышивка выполняется, смотрите, вышивка выполняется в две нити. В две нити, в одну ниточку здесь только делается бэкстич. И то не весь. Часть бэкстича выполняется тоже в две нити. Вот такая вот схемка. Так, я вот ловлю себя, знаете, на чем? На том, что я безобразно привыкаю к саге. И я становлюсь такая избалованная вот в этом плане, что мне по бумажным схемам становится сложно вышивать. Все-таки, когда начинаешь вышивать по саге, потихоньку, потихоньку привыкаешь вот к этой возможности подсвечивать необходимый тебе цвет, что-то легко, не нужно глазом выхватывать какой-то определенный один значок из множества других, потому что у тебя все это очевидно. И это расслабляет. И когда ты начинаешь вышивать по бумажной схеме, то приходится немножечко напрягаться. Вот такая вот история. Расслабляет, да, сага. И вот прямо сейчас бывает, эх, сразу ты думаешь, ай, по бумажке, ай, не хочется. А где бы схемку-то взять в саге? Вот такая вот история. Но эта работа небольшая, и, безусловно, я ее все-таки осилю. Ну, я, наверное, любую пока еще могу осилить работу по бумажной схеме. Но вот заметила за собой просто такое. Что ж, я начинаю. И буду начинать, буду вышивать этот процесс только сегодня. Вот. То есть уделю ему один день. А завтра, завтра будем с вами выбирать другую работу. Это все, что мне удалось сделать за вчерашний вечер. Ну, он был, честно говоря, не особо вышивальным. У меня вчера был день, вечер. И насколько расходятся, опять же, ожидания и реальность. Когда смотришь на вот эту картинку, видишь такую яркую, красочную, очень нарядную даже в каком-то смысле картинку. И вот, когда начинаешь вышивать, и понимаешь, что ты вышиваешь сначала одним зеленым, причем таким зеленым, прям в цвет вот этой основы. Такой желто-зеленый цвет. Потом ты нашиваешь другим зеленым. И, в общем-то, до яркости еще шить и шить. И мне очень хотелось сделать хотя бы что-то, какие-то яркие моменты. И я решила, что я вышью вот этих вот жучков. Обычно я так не делаю. То есть обычно я все-таки вышиваю сначала полностью крестики, потом уже пришиваю бисер. Делаю это по двум причинам. Во-первых, так, ну, как бы правильно, скажем так, да. То есть в инструкции именно так и написано, что сначала мы выполняем крестики, потом мы пришиваем бисер. Это из-за того, чтобы бисер не мешал. То есть чтобы нитка у нас не цеплялась за бисер и было нормально, удобно вышивать. И второй момент. Это мне нравится, как картинка оживает с бисером. То есть без бисера такое, что-то не совсем понятное получается. А с бисером именно уже так красиво, ярко и сразу именно вот какая-то такая нарядность получается. Поэтому обычно все-таки бисер пришиваю позже, но здесь мне хотелось какого-то завершения, а этих жучков было невозможно сделать без бисера. Например, вот эта гусеничка, она в принципе вышивается бисером. Здесь целых семь бисеринок пришито, и вот такая гусеничка получается. Вот здесь этот кузнечик, здесь петит пришивается, шесть, по-моему, штучек зеленых, и одна такая вот желтенькая, где голова у него. И вот этот тоже жучок, вот этот, не знаю, вот это понятно, что гусеница, кузнечик, а что вот это за жучок, мне не ясно. Если у вас есть какие-то идеи по этому поводу, поделитесь. Потому что у него тельце, оно там состоит из нескольких крестиков сереньких и сиреневых маленьких бисеринок, а голова это бисер крупный, такой вот оранжевый. И я не знаю, что это за жучок. Ну и вот, и несмотря на то, что жучков как бы я не очень в жизни люблю, но вот такие вот милые, очаровательные бисерные крестиковые жучки мне очень даже симпатичны. Они очень миленькие. Ну вот такой результат у меня получился. 523 крестика я насчитала здесь. Чуть-чуть я ошиблась с местоположением, сдвинула немножко вправо, влево наоборот работу, потому что, когда я считала, сколько на сколько крестиков вышивка, учла, сейчас покажу, здесь по краю, видите, идет такое, вот, такая одна пустая клеточка. И я ее тоже посчитала. А ее не надо было считать. И в общем, когда я здесь отсчитывала, я эту пустую клеточку не отсчитала. То есть надо было сдвинуть на одну клетку вправо. Но ничего страшного. Я думаю, что это не критично. Вот такая у меня получается работа. Все равно я рада, что я ее начала. То есть это будет замечательная в итоге работа. Яркая, весенняя. И я надеюсь, что она у меня вышлется за весну. И, кстати, я решила прикинуть количество крестиков. И поняла, что здесь вот 70 на 70, грубо говоря. Ну, там, ну, ладно. Будем считать 70 на 70. Здесь чуть-чуть вверху еще пропуски есть. Поэтому давайте 70 на 70. То есть это получается 4900. То есть, ну, 5000 крестиков вот в такой работе Милхилл. Я как-то об этом никогда не задумывалась. Я узнала, конечно, что этот Милхилл, он намного крупнее, чем малышки, да, от Милхилл. Но не думала, что настолько. То есть прям, ну, да, 5000 крестиков это серьезно. И, как правило, все-таки полукрест в Милхилл используется редко. То есть это обычно крестики. Бисер. Бисер еще, который петит, он пришивается крестом. То есть это медленнее получается, чем просто сделать крестик, например. Так что, да. Так что Милхилл, большой, большой Милхилл, это серьезная работа. Вот. Записываю этот результат в призы. Так, Милхилл. Сколько там я искала? 523. По идее, мне надо эту бумажку. У меня же есть бумажки вот в неначатых работах. Там тоже есть Милхилл. Там есть Милхилл большой. И перенести надо бы ее из одной коробочки в другую. Ладно, я это сделаю позже. То есть без вашего участия просто перемещу эту бумажку. Еще что хотела сказать про Милхилл. Забыла. Бисер я высыпала вот так. То есть просто вот это у меня один пакетик, это другой пакетик. Правда у меня тут по разным ячейкам рассыпан. Потому что я вообще вчера рассыпала. Я когда перед тем, как начать, уже разбрала нитки и насыпала тоже бисер. Убрала крышечку с органайзера бисерного, чтобы сделать красивую фоточку. И за дело случайно не очень удачно взяла этот органайзер. Он у меня выскользнул. И бисер, конечно же, посыпался. Перемешался весь из одного пакетика, из другого. Но в данном случае он хорошо различается. И я быстро справилась с тем, чтобы уложить его обратно на место. Я не могу сказать, что у меня прям сильный ветер рассыпался. Но так просыпался. В основном на столе все-таки остался. Так что это было не очень страшно все. Но испугалась я, да. Испугалась, что я сейчас буду золушку из себя изображать. И по ниткам. С разбором ниток вчера сказала, что никаких проблем здесь не будет. Нитки яркие, красивые. И не то, чтобы я ошиблась, но немножечко я так это... Вчера меня озадачили. Озадачили Милхилл. Органайзер я использую такой. Это Наташа Гефки. Мне удобно, что он тут пронумерован. И когда я вышиваю, например, Милхилл, я нумерую. Покажу. То есть, когда цветов мало, например, маленький Милхилл вышиваю, я могу вообще ни на какой органайзер нитки не привешивать. Но здесь все-таки их много. И проще ориентироваться и удобнее, когда они находятся на органайзере. Поэтому я здесь просто делаю нумерацию себе. 1, 2, 3, 4, 5. По порядку. Вот так вот. И таким же образом развешиваю ниточки на органайзере. Для меня это нормально, удобно. И вот Наташа на органайзер тоже подходит для этого. Потому что нумерация здесь на нем есть. И что хотела еще сказать? А, да, чем они меня удивили? Разбираю я ниточки, значит, спокойненько так себе разбираю. И остается мне... У меня остается один цвет. Вот этот вот. Вот этот вот. Как вы думаете, какой этот цвет? Ну, по моему мнению, это красный. Он, конечно, не такой, не самый красный-красный, как вот 666 цвет, да? Вот. Но он нормальный такой красный цвет. Все-таки для меня он красный. А в ключе я читаю pink, розовый. Причем, ну, не какая-то вариация там какой-то темно-розовый или еще какая-то там вариация розового. Просто pink и все. И я озадачилась. Вот здесь я озадачилась. Думаю, неужели мне какую-то другую ниточку положили? Вот. Я так задумалась. Потом вспомнила, что в ключе, благо, есть у Милхил номера. Ниток DMC. И я посмотрела, что это ниточка 3801. Вот. Я не обманываю. Вот. 3801 pink. И я достала свою карту цветов DMC. Посмотрела, что да, 3801 это именно этот цвет. И почему вдруг Милхил решили назвать этот цвет розовым, для меня осталось загадкой. Но главное, что все по итогу правильно. И теперь мы можем выбирать работу, которую я буду вышивать. Ну, как минимум сегодня, а может быть и завтра. В зависимости от того, какая работа это будет. И кубик у нас будет на этой неделе синенький. Вот этот вот. Что бы мне хотелось? Мне бы хотелось уже что-то завершить. Конечно. С другой стороны, я бы лошадок с удовольствием повышевала. Да, собственные гобелены, риолис тоже. То есть, ну, риолис. У меня сейчас два риолиса. Но они такие очень разные, что вот я даже их не воспринимаю как одну фирму. То есть, лошадки это такая большая, сложная, все-таки, наверное, можно сказать, работа. Причем вышивается она ниточками анкор. А риолис, которая сказочная долина 1358, это такая совершенно другая работа. Шерсть, такой крупный каунт. То есть, все как бы совсем-совсем по-другому. Поэтому они у меня как-то вот в голове даже не воспринимаются как одна фирма. Ну, вот. Поэтому, в принципе, я с радостью буду вышивать любую работу. Но, конечно, финишей хочется, хочется. Так что давайте посмотрим, что же будет вышиваться в первую очередь. Ну, и что бы вы хотели? Вот интересно, ваше мнение. Вы какую сейчас циферку загадали? Вы за какой процесс болеете? Между прочим, я вот у вас давно не спрашивала. Вот сейчас бы вам хотелось, чтобы там что было? Подумали, решили. Вот мне почему-то кажется, что там все-таки один из тех сюжетов, которые близки к финишу. А вы как думаете? Проверяем интуицию. И там шесть. Нет, совершенно. Это процесс самый далекий от финиша. Оля, с интуицией у тебя плохо. В общем, да. Лошадок я буду вышивать, правда, с удовольствием. Но, конечно, до финиша там очень далеко. За лошадок я еще рада, потому что предыдущие две недели они не вышивались. И поэтому тоже, в общем-то, уже получается полмесяца я к ним не притрагивалась. Поэтому, да. Так, я здесь что вышиваю? Я добралась до куда-то... Вот, по-моему, если я правильно помню, я как раз добралась до середины. То есть, вот эти вот крестики, где-то вот здесь примерно, это середина. Ну, вот мне кажется, да, что вот это вот, тут вот я вижу такие тоже узнаваемые, скажем, крестики. И, да, то есть вот здесь как раз находится середина. И вот здесь тоже, соответственно, у меня находится середина. Вот так. Поэтому по ширине я дошла до середины работы. И я сейчас перешла немножечко выше. То есть, я буду вышивать где-то вот эту часть. То здесь уже у меня могут попасться ноги лошадки. А они, собственно, вот это вот они и есть, насколько я понимаю. То есть, вот здесь уже это именно ноги вот этой белой лошадки. И буду сейчас вышивать такую более уже немножечко яркую, насыщенную часть, наверное. Ну, да, то есть уже будет меньше вот этого всего пены и всего такого. Вот. Будет уже поразнообразнее. Вот. Такая работа мне предстоит. Я не буду загадывать, сколько я буду я вышивать, день или два, эту тысячу крестиков. Потому что, ну, теоретически у меня вроде бы сегодня должно быть время на вышивку. Но трудно сказать, как у меня пойдет. И вообще, не отвлекусь ли я на что-нибудь еще. Вот так. Поэтому увидимся с вами либо завтра, либо послезавтра. Итак, я вышила тысячу крестиков. Тысяча десять крестиков у меня прибавилось. И сегодня у меня воскресенье. То есть, я успела это сделать за один вечер. Ну, почти сегодня я немножечко с утра заканчивала делать эту норму. И, честно говоря, уверена, вот вчера еще уверена была, что у меня не получится так быстро. Потому что какой-то участок был непростой. То есть, приходилось прям быть очень внимательным. То есть, вот эту часть где-то вышивала. И здесь вот все очень так тщательно-тщательно перемешано. Поэтому я не ожидала, что у меня получится так все сделать. Но потом я перешла вот к этой части. Здесь стало полегче. То есть, вот эти вот такие светло-коричневые оттенки. Они, их довольно много. Как-то на них я продвинулась. Ну, вообще, вчера, честно говоря, спать поздно легла. То есть, завышевалась. И в целом, работа идет неплохо. Но уже хочется немножечко какой-то конкретики. Пытаюсь понять. Ничего не понятно. Думала, что у меня как-то, может быть, ноги больше обозначатся. Но пока нет. Я предполагаю, что вот эта вот, вот эта вот часть, это нога лошадки. Вот эта вот. Но как-то не очень это еще пока видно. И пока какой-то вот хаос в основном. Ну, ладно. Надо преодолеть эту часть. То есть, вот эту часть, когда я преодолею, будет легче. Здесь даже вот под лошадкой уже такие большие будут кусочки. Я думаю, что сами лошадки тоже будут полегче вышиваться. Ну, здесь, в принципе, я не скажу, что сложно. Но вот прям как-то пошло так хаотично все. Вот. Сильно нечего мне рассказывать про эту работу. Ну, я думаю, она у нас долго будет с нами жить. И каждый раз про нее что-то рассказывать я вряд ли найду, что сказать. Так, давайте запишем результат. Тысяча десять крестиков. У меня на данный момент выше, это семь процентов этой работы. И, как мне кажется, наступает уже тот момент, когда вот эта прибавившаяся тысяча становится уже малозаметно. А дальше, наверное, будет еще менее заметно. Зато я подумала, что раз в этой работе семьдесят тысяч крестиков, значит, каждый раз, когда она мне попадает вот в игре в работу, я приближаюсь, продвигаю эту работу на один и три десятых процента. Это так примерно получается. Так что вот так. Ну, давайте будем выбирать следующую работу. Я, конечно, надеюсь, рассчитываю на то, что кубик меня сегодня порадует. Порадует именно каким-то процессом, который можно завершить. Хотя вот так смотрю, когда на список, и думаю, что, ну, в общем-то, правда, все процессы сейчас у меня такие, которые приятно вышивать, которые радуют. Ну, розочка, может быть, не слишком радует, но так как она у меня завершается, тоже ничего, тоже нормально. И давайте узнаем, что же там. И вот прям, ну ладно, не будем тянуть сильно время. Четыре. Розочка. Ну вот, наконец-то финиш грядет. Вот, давайте смотреть, на каком этапе у меня находится розочка. Итак, розочка у меня выглядит сейчас вот так. И вы знаете, вот сейчас достала ее, думаю, а красиво ведь все-таки. Вот все-таки красиво, что ни говори. Но вот так глядишь, и после завершения я к ней проникнусь нежными чувствами. Ну вот сейчас так выглядит. Я уверена, что я за этот раз ее дошью. Если вдруг у меня не получится дошить за сегодня, значит, буду дошивать завтра. Но, конечно, есть надежда, что, может быть, и за сегодня закончу. Насколько я помню, у меня осталось здесь в фоне вышить еще один цвет, вот здесь вверху. Это, ну, не полностью 100% здесь будет зашивка, но будет. И это будет полукрест в четыре нити. И крестиком в две нити мне нужно будет вышить саму розочку. Розочку, я думаю, будет вышивать приятно. Плюс нужно будет сделать по ней бэк. И бэк еще нужно сделать вот на вот этих вот завитушечках. Вот так. Такой план. И я вот уверена, что я с ним справлюсь. Ну, правда же красиво. Даже так. Даже без розочки красиво. Так что буквально через секунду я покажу вам готовую работу. Ну что ж, я работу завершила. И получилось у меня здесь оставалось 1098 крестиков. На самом деле крестиков, конечно же, меньше. Там и за счет бэкстича тоже набралось. Крестиков было около 700, наверное. И получилась вот такая розочка. Честно говоря, не знаю. В общем-то она близка к обложке, как мне кажется. Немножко, может быть, чуть-чуть по цветам оттеночек другой есть. Немножко чуть темнее, да, она, пожалуй, получилась. Ну, по всякому случаю, листва точно. Ну и сама розочка может быть немножечко. Фон тоже слегка, наверное, потемнее. Но вы знаете, я не могу сказать, что я прям в большом восторге. Во-первых, мне кажется, что вот этот рисунок, который вот здесь вот идет, вот эти завитушки, они вышиты на вот превью, они вышиты не в четыре нитки, меньше. Потому что прям вот видно вот эти полосочки. У меня они так плотненько получились. Ну, то есть здесь вышивка была в четыре или в три нити. Не помню уже. Как-то вот, не знаю, я не на сто процентов довольна этой работой. И, конечно же, пока она еще такая мятенькая, сейчас давайте пяльцы снимем, постираю, проглажу. И тогда будет как-то по-другому немножко, наверное, смотреться. Но пока, пока я не могу сказать, что мне прям очень нравится. Давайте покажу вам поближе. Я знаю, что среди моих зрителей есть поклонники этой розочки. Кому-то она прям очень-очень понравилась. Кому-то не очень. Ну, в общем, все как обычно. То есть это нормально. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот я пока все-таки, может, если бы вышивка выполнялась все-таки в меньшее количество сложений нити, мне бы результат понравился больше. То есть все-таки вот это вот в данном случае четыре нити, полукрест, четыре нити, с моей точки зрения, он создает некоторую небрежность, что ли. Вот. Я не могу сказать, что прям совсем как-то неаккуратно. Ну, вот как-то сама розочка, сама вот эта внутренняя часть, центр, фон здесь, он мне нравится больше, чем вот все остальное вокруг. Хотя нижняя часть вот с узором, в принципе, мне нравится. Вот эта вот верхняя, мне нравится меньше. Здесь много незашитого пространства остается, пустого. И на этом незашитом пространстве, полукрест в четыре нити, он смотрится очень объемно. Может быть, ну, так и задумано, но вот мне как-то кажется, он слишком объемный, он слишком выпирает и смотрится, на мой взгляд, это, ну, не так, чтобы уж очень здорово. Сама розочка, в принципе, неплохая получилась, хотя тоже, наверное, ожидала чего-то другого. То есть, когда я вышила крестики здесь в розочке, я думала, сейчас как вышью бык, и как она преобразится. А, в общем-то, не могу сказать, что бык ее прямо уж так сильно преобразил. Ну, да, конечно, какие-то контуры добавились, но как-то не очень это, как мне показалось, ее изменило. Может быть, у меня какое-то сейчас предвзятое отношение из-за того, что она вышивалась не очень легко и шла как-то в основном без удовольствия. Может быть, поэтому посмотрю на нее еще позже. Посмотрим, как она будет еще выглядеть после вот процедур по приведению ее в порядок. Покажу ее уже вам полностью готовую во всей красе постиранную, отглаженную видео о процессах за месяц. Ну, а пока вот такой результат. Вот так выглядит с обложкой. Ну, в принципе, вроде бы все очень похоже. Ну, вот единственный момент, что вот по моим ощущениям здесь все-таки нет полукреста в четыре нити. Ну, как-то так не смотрится, что ли. Вот. По ниткам здесь достаточно было ниток. Нормально хватило всего. Каких-то цветов ушло прям много. Например, вот 60-98, потому что здесь было много полукреста в четыре нити как раз этим цветом. И крестик тоже им вышивалось довольно много. То есть вот его осталось мало. Вот и этого тоже намного меньше осталось. Каких-то осталось половина, каких-то меньше половины. В общем, по-разному. В общем, вот это про розочку. Не знаю, что еще больше сказать про нее. Давайте запишем результат. 1098 крестиков получилось у меня сделать здесь. И теперь я могу начать что-нибудь новенькое, потому что пока я себе позволяю после каждой завершенной работы начать работу новую. Так, вот сегодня я этим и займусь. Давайте будем выбирать, что же я начну. Я, во-первых, достала вот эту бумажку с начатым тоже набором Милхил большой. Он у меня называется. Это Милхил, который я начала. Гаден. И я перекладываю эту бумажечку из коробки с неначатыми процессами в коробочку с начатыми процессами. Я эту пока сегодня откладываю. И нас интересует вот эта коробочка. Здесь у меня все запланированные и неначатые работы. Давайте перемешаем. Так. И что-нибудь выберем. Что же я буду сегодня начинать? Я еще что-то не решила. Начинать мне все-таки работу один день или два. Потому что, вообще-то, когда вот в январе я начинала работу, я начинала, я вышивала их по два дня. А вот сейчас, когда начинала Милхил, я всего один день этому посвятила. Там, конечно, результат, ну так, скромненький получился. Так, что же мы выбирать-то? Как же ж не прогадать-то? Так, вот эту, наверное, давайте возьмем. И это у нас маленький набор. Это бумажка, которую я добавила вот буквально на днях, можно сказать, да, сюда. И маленький набор. То есть любой маленький набор. Так, сейчас я подумаю. Нитки к Ангелу от Евгении Колесниковой я так еще и не докупила. Поэтому, поэтому, надо что-то выбрать другое. Кстати, эту бумажку я тогда отправляю обратно. Ну, у меня же не единственный маленький набор. Поэтому я отправляю обратно. Поэтому шанс у нее снова будет. Я надеюсь, не всегда именно она мне будет попадаться. Так, что у меня есть из маленького? Так, я на данный момент выбрала вот эти маленькие наборы. И я хочу что-то из них, пожалуй, вышить. Гусь, он, конечно, есть у меня отдельно в коробочке. Вот только по этой причине, как бы я сомневаюсь насчет него. Так бы, наверное, выбрала именно гуся. Потому что, ну, пасхальный. Понятно, до Пасхи еще есть время. Но, как бы, тоже хотелось бы этой весной его вышить. Так, но у него все-таки есть шанс там именно отдельно выпасть. А вот этих наборов там нет в коробочке. И поэтому вот тоже интересно. При том, что мне интересно и волшебную страну попробовать на пластике. И бабочку тоже отдохновение, вот эту ажурную, сделать тоже любопытно. Так, здесь единственное, может быть, вот эти камушки. Когда обзор делала, я вам показывала, что у меня в наборе они оказались совершенно другими. Не синий и голубой, а вот маленький, такой зеленый, большой. Он такой персиковый, такого цвета, бежевый. Я не уверена, что он будет хорошо смотреться. Так. Ну, их можно пришить, в общем-то, в последнюю очередь. Вы знаете, наверное, я попробую вышить бабочку. Мне кажется, она должна вышиваться быстро. Потому что, ну, здесь зашивка такая, вообще, ну, неплотная, совсем такими отдельными линиями. И поэтому, мне кажется, шанс вышить ее за день есть. Именно поэтому я возьму ее. Мне кажется, она самая быстрая будет. То есть быстрее вышится, чем даже вот ангелочек, например, или гусь. То есть этот набор полностью соответствует названию маленький набор. Хоть сама бабочка может быть и не такая уж маленькая. Так, здесь у нас вот такая подставка. Вот так она собирается. Вот такая вот получается красота. Такой здесь бисер и вот камушки. Вот видите, такой он какой-то бледненький совершенно. Далеко не темно-синего цвета, правда же? И вот зелененький. Я в инструкции нашла, что они у них случайным образом вкладываются. И поэтому даже претензию никакую не предъявишь. Ну, остальные цвета бисера, видимо, такие, какие должны быть. Нитки здесь есть. Тоже иголка есть для пришивания. Ну, бабочки я обычно шью. Пришиваю бисер мононитью, поэтому здесь тоже буду мононитью это делать. Так, и вот сама бабочка. Такая вот. 89 на ней номер. Прям даже вот этот артикул написан вот здесь. 89. Так. Ну, и, видимо, именно таким образом ее и нужно брать, да, чтобы вот эта цифра 89 нормально читалась. Так что, я думаю, вот эта сторона лицевая, куда пришивать надо бисер. Попробуем это сделать. В принципе, у меня есть уже опыт вышивания бабочек. Разве что они у меня были не ажурные. А так все нормально. Крыло какое-то грязноватенькое надо протереть. Будет здорово, если я вот вышью ее за сегодня, конечно же. Так, и она должна здесь вот так. Держаться. Вот. Вот так. Ну что ж, попробуем это осуществить. Скоро покажу вам, что у меня получится. Ну что ж, у меня вторник. И смотрите, как выглядит у меня на данный момент бабочка. Она не готова еще, но очень близка к завершению. Поэтому я решила вам ее показать. Я не буду ее никуда вносить, никуда вписывать. Ну, в смысле, там, бумажку на нее заводить и так далее. Я ее потихонечку между делом закончу просто. И все. Может быть, даже сегодня закончу. Может быть, завтра. Но, правда, не совсем. У меня вопрос все-таки остается по поводу вот ее тельца. В целом, смотрится симпатично, получается так красивенько. Давайте покажу с обложкой, сравним. Очень похоже, очень близко. Единственное, что зависит от того, на каком фоне эта бабочка находится. Очень по-разному воспринимается. Да, вот когда на светлом фоне и когда на темном. По цветам все так же, как на обложке, но кроме вот туловища этой бабочки. Кроме тельца. И этот момент меня несколько расстраивает, что ли. Так, давайте покажу. Вот так будет, наверное, еще виднее. Вот в таком органайзере у меня все находится. Немножечко, правда, бусинки вот эти, они высокие такие, по диаметру большие. Поэтому не очень плотно у меня крышка прилегает. В данном случае надо быть все равно осторожным, чтобы не просыпалось ничего. Но все равно удобно. Бусинок всех положено именно то количество, которое необходимо. Нет запасной ни одной. Из-за этого мне пришлось вот здесь пришить одну бусинку. Наверное, вам будет, не знаю, может вам будет видно, а может не видно. Вот видите, сбоку у нее не прокрашено. Так немножечко или облезло уже, или не прокрашено. То есть все остальные бусинки, они хорошие, они сбоку тоже нормально у них все прокрашено. А вот одна нет. И я поставила ее вниз, постаралась поставить ее в такое место, где она плотненько огибается бисером, чтобы было менее заметно. Она с двух сторон такая, то есть с одной и с другой стороны. И вот с ней получилось вот так. Все остальные, в принципе, бусинки ничего так хорошего, нормального качества. Бисер вообще весь хорошего качества. Я не отбарковала пока еще ни одной штучки. Все нормально, абсолютно пришивается. И замечательно в итоге получается. Вот только с этой бусинкой тоже такая проблемка небольшая есть. Ну, тоже не критично, конечно. Конечно, это так. И вот самый большой вопрос у меня по поводу вот этих камушков, вот этих вот пришивных страз. Если разместить вот эту, в целом неплохо смотрится. Хотя, честно говоря, я бы предпочла, чтобы она все-таки была синего цвета, как вот на обложке. Потому что так вот она по цвету близка вот к этим глазам. И мне кажется, что оно не очень хорошо это. Вот видите, здесь на обложке у нас синий камень и голубой внизу. А в моем случае вложили вот такой вот персиковый, бледненький камушек. Но он в целом еще хотя бы ничего так подходит. Но когда я сюда прикладываю вот эту вот капельку, мне кажется, она вообще из другой оперы. И вот либо нужно большой камень поменять, либо вот эту капельку. Но как-то вот сразу не собирается картинка вот это вот, все вот эти крылышки в единое целое. А наоборот, разъединяется. То есть такое чувство, что вот эти вот части, они вообще из другой оперы. И мне это не очень нравится. Я не знаю, как быть. Я посмотрела, знаю, у нас один магазин, где продаются пришивные вот такие кристаллики. Но я вот на сайте у них посмотрела, что вот этот камушек овальный можно купить. Там вроде бы есть. А вот капелька именно такого размера там нет. То есть они другого размера есть, по-моему, больше, крупнее. А вот такого нет. И я не знаю, получится ли у меня как-то подобрать это или нет. Вот так мне не очень нравится. И вроде бы это не так уж для меня особенно принципиально. Потому что, ну, по сути, этих бабочек даже никуда не клею. Они у меня просто лежат. Мне нравится их периодически доставать, смотреть. И пока я еще не придумала, куда мне их применить. Пока они просто такие, мои сокровища, лежат. И все. Но, тем не менее, хочется, чтобы все было как-то гармонично. И вот в этом плане немножко меня расстраивает вот этот вид. Все-таки хочется, чтобы это были голубые. Или даже вот если бы не вот этот камушек, да, вот его убираю, уже лучше смотрится. Если бы здесь тоже что-то было вот подобного оттенка, наверное, смотрелось бы неплохо. Но, как я понимаю, мне вот эту капельку будет купить проблематичнее, чем вот этот камень. Если я сюда поставлю какой-то зеленый камень, мне тоже кажется, что будет смотреться не очень. Ну, в общем, я еще подумаю. Может быть, съезжу в этот магазин, посмотрю, что там есть. Может быть, на сайте у них вдруг не все. Есть такая надежда. И я, может быть, смогу что-то все-таки подобрать. Но крылья, я думаю, что я потихонечку закончу. И не буду отдельные какие-то бумажки на эту бабочку заводить. Потому что все-таки большая часть уже вышита. Это в целом вышивается легко, как я и предполагала. Потому что здесь действительно берешь вот линию и шпаришь одним цветом. Берешь другую и так же продолжаешь. Вот. Все легко читается. Нет никаких пересечений таких сложных. Все вышивается абсолютно легко и приятно. Вышиваю я мононитью. Вот. С обратной стороны это выглядит вот таким образом. То есть видны вот эти линии. Есть где-то какие-то перемычки. Например, вот здесь закончила. Вот, очень говоря, вот с этой стороны закончила. И перешла на вот эту сторону. Есть здесь вот протяжка у меня вот мононитью. Но я решила, что ничего страшного. Потому что когда здесь пришлются камушки, останутся совсем маленькие пустые пространства по бокам от этого камня. И будет незаметно практически эту ниточку. Вот. Потому что все прозрачненько. Основа прозрачненькая. Нитки прозрачные. В общем, вышиваю невидимыми нитками по невидимой основе. Практически так. Это, наверное, все, что я могу сейчас сказать о бабочке. Я запишу ее как результат просто бабочкой. Я не считала здесь количество бисеров. Мне указано, сколько тут бисера нужно пришить того или иного цвета. Поэтому считать не будем. Пишу. Так, как мне ее записать? Бабочка. Так и напишем. Просто бабочка. Бабочка, бисер. Вот так. Не получится ее, конечно, учесть в общем итоге. Но я думаю, что это тоже не критично. Итак. Теперь можно выбирать за следующее задание кубика. Но прежде чем это сделать, нужно выбрать новый процесс. Потому что розочка-то у меня закончилась. И, следовательно, вместо нее нужно что-то добавить. Поэтому берем коробочку с начатыми процессами. И выбираем что-нибудь из нее. У нас здесь сколько получается? Раз, два, три. Девять начатых работ есть. И какую-то из них мы сейчас добавим в активную игровую шестерку. Так, перемешали. И давайте будем доставать. Я бы хотела, честно скажу, что я бы хотела, наверное, что-то из авторских схем. Я бы хотела либо кота-шамана, либо по схеме Жанны Дик птичек тоже бы хотела. Давайте вот эту попробуем. Здесь у нас РТО Маки Убегающая в горизонт. Тоже классный процесс. Тоже классный. Хоть я сейчас о нем и не думала. Но он, правда, шикарный, красивый и не очень большой. Что тоже плюс. Вот эта работа. Если вы, может быть, уже подзабыли. Да, с января месяца мы ее не видели. В январе я только начала ее вышивать. И замечательный, красивейший процесс, который вышивается на темно-синей основе. Вот так он должен выглядеть. И вот так он выглядит у меня на данный момент. Размер у него 18 на 22 сантиметра. Я здесь очень близка, насколько я помню, к краю. Мне немножечко еще нужно будет продвинуться вправо. Если вот от этих крестиков смотреть, немножечко еще вправо и уже будет край. То есть по ширине, не то чтобы я уже совсем всю ширину вышиваю, но, в общем-то, здесь немного мне осталось сюда добраться. Ну, а по высоте 24 сантиметра, конечно, есть еще что повышивать. И я с удовольствием это буду делать. Потому что процесс действительно очень-очень приятный, кайфовый. И я давно не вышивала на темной основе. И то, как смотрятся нитки на вот такой темной основе, меня просто приводит в восторг. Потому что это такая потрясающая яркость. И, ну, вот просто здорово-здорово. Шикарно, я считаю. Так, ну, вот. То, что есть на данный момент, нужно его внести в список. А что ж я бабочку-то не туда вписала? Что-то я уже решила себе следующую неделю начать. Вот здесь напишем бабочка. Бабочка. Здесь зачеркнем бабочку. Так, вместо розочки от Dimensions будет у нас РТО Маки. Оставим немножечко места. Вдруг выпадут Маки. Да? Нам же еще кубик бросать. Теперь можем выбирать, какой процесс вышивать. Возможно, это будет РТО Маки. Возможно, что-то другое. Может быть, еще что-нибудь завершим. Давайте узнаем, что нам преподнесет синий кубик сегодня. И он для нас приготовил циферку 5. И это перец. Золотые ручки. Перец. Ну что ж. Хорошо. Перец у меня на данный момент выглядит вот так. Уже так, в принципе, хорошо он очерчен. Здорово смотрится. Когда достаю его, ну, как-то на него смотришь, когда долго, уже немножечко как-то теряется вот эта новость восприятия. А когда достаешь его только из папки, ты смотришь красиво. Нравится. Здорово. И сейчас мне предстоит переставлять пяльцы и продолжать вышивать вторую половину вверх. Буду продолжать, наверное, все-таки вот эту часть сначала вышивать. А потом уже в завершение буду дошивать вот эту часть верхнюю справа с буквами. Но сначала вышью все-таки все вот это вот то, что слева находится. Вот такой план. Я, как вам уже говорила, не знаю, сколько здесь еще крестиков мне предстоит вышить. Не совсем понятно. Поэтому я не знаю, когда я завершу эту работу. Мне кажется, что это будет не в этот раз, скорее всего. Но посмотрим. То есть, если я насчитаю тысячу крестиков и останется совсем-совсем немножко, то, конечно, буду дошивать. Если я, когда доберусь до тысячи крестиков, увижу, что еще довольно-таки прилично, ну, значит, на этом пока и остановлюсь. Вот так хочу сделать. Увидимся с вами после того, как я вышлю эту тысячу. Ну что, тадам! Я закончила эту работу. Я очень довольна и результатом, и, в общем-то, процессом тоже. Хотя, может быть, не все шло прям совсем-совсем идеально. Но, наверное, это больше было связано с трудностью подсчетов, потому что, в общем-то, сам процесс вышивки шел хорошо. Просто здесь очень много бэка, и его считать я не люблю. И я не смогла прерваться, оторваться. По идее, можно было повышивать эту работу один день и отложить. Потому что в общей сложности у меня получилось 1812 крестиков. И за первый вечер я как раз сделала около тысячи. Поэтому можно было отложить работу, но я решила, что мне хочется ее завершить. И к тому же было непонятно, сколько там мне всего осталось, потому что, вроде бы, визуально не так уж много, как мне думалось было. Но оказалось, вот около 800 крестиков еще оставалось. Поэтому я рада, что я завершила эту работу. Мне нравится результат очень. Давайте, наверное, снимем пяльцы. Конечно, она будет мятая, мятая, может, не очень такая уж красивая сейчас будет. Но хотя все равно, мне кажется, что видно, как здорово смотрится вот эта часть. Покажу вам поближе, пока на пяльцах находится. Работает, делать удобнее. Вот, смотрите, какая красота ажурная. Такая, ну, не знаю, просто вот изумительно смотрится. Здесь, конечно, и красный бэкстич. Причем красный, он тут есть двух цветов. Коричневый, зеленый. Вот этот мне тоже бэк очень нравится. С металликом, который бленд. Очень интересно, очень ажурно, очень красиво все это смотрится. Буковки замечательные тоже получились. Я вам говорила, что на превью мне тоже нравится вот эта буковка С, которая из перчиков, из двух маленьких сложена. И, смотрите, какая она миленькая получилась. Все очень тоже красиво. Буковки вышивались приятно. Мне понравилось вышивать бэкст с металликом. То есть я, в принципе, нормально, как-то спокойно к металлику отношусь. Но здесь мне показалось, что то ли металлик здесь вложен, какое-то другое, то ли что. Но он практически не расслаивался. Вот прям шилось изумительно. Вот все хорошо, приятно и без каких-либо проблем. Я даже удивилась, потому что обычно, ну даже в этих же наборах, золотые ручки, все-таки металлик, он норовит расслоиться. И там как-то приходится с ним аккуратничать обычно. А здесь я просто вышивала им как обычной ниткой. Не прибегала никаким ущрением. И спокойно все вышивалось. И вот практически, ну может быть, совсем-совсем чуточку где-то он расслаивался. Но совсем немного. Вот. Такая красота у меня получилась. Давайте снимем. И посмотрим целиком. Здесь, в общем-то, не так уж много скрыто. Но, тем не менее. И так, конечно, все мятенько. Но все гладенько и красивенько я буду показывать вам в отчете за месяц. Вообще, у меня уже несколько вот таких вышитых работ от золотых ручек. Можно уже, наверное, по ним сделать какое-то отдельное видео. Если это вообще кому-то интересно. Смотрите, какая красотища получается. Просто супер. Получилось. Уже получилось. Уже все готово. Уже все замечательно. Изумительно. Просто вот смотришь и радуешься. Взгляд радуется. Цвета, конечно, вот эти яркие, потрясающие. И бэк вот этот весь ажурный. Я любуюсь. Я просто любуюсь. И наслаждаюсь этим результатом. Я что-то здесь чуть-чуть... А, сделала буквально пару стежков. Вот здесь, видите, вот эти два таких элемента. По схеме там внутри не было пары стежков. Почему-то внутри одного элемента. И я посмотрела на обложку. А на обложке они полностью вышиты. То есть вот так же, как у меня. Решила сделать так, как на обложке. Ну, а так в целом все по схеме. Все по ключу. И все здорово получилось. Если сравним с обложкой, то это будет выглядеть вот так. Не знаю, как вы считаете. Но мне кажется, все-таки живая, настоящая работа смотрится лучше, интереснее, ярче. Ну, я еще плюс вижу, что там есть металлик. Не уверена, что вам это заметно. Но в данном случае обложка неплохо передает то, что должно получиться. То есть бывают вот у миниатюрок, у этих, случаи, когда на обложке выглядит значительно менее интересно, чем потом по факту готовая работа. Здесь все-таки я бы сказала, что результат близок к превью. И единственное, что может быть, вот металлик не видно. Ну, а так в целом все передано довольно хорошо. А еще хотела по ниткам сказать. Мне некоторых ниток хватило только-только. Я не могу сказать, что не хватило, что такого не было. Но хватило совсем так вот без запаса, можно сказать. Вот здесь, например, белый цвет. Но белого здесь много в этой работе. Его и было вложено много. И у меня остались вот такие хвостики. То есть хвостики мне дошивать, честно говоря, не хотелось. И поэтому я их привязывала сюда, решив, что буду их брать, если мне где-то надо немного вышить. Ну, либо когда у меня закончатся вот все нитки. И это произошло. То есть у меня все ниточки закончились, которые целенькие были. И я даже брала один из хвостиков дошивать вот последние белые крестики. Так что остались вот такие вот огрызочки небольшие. И все, больше нету белого цвета. Каких-то цветов тоже осталось немного. Например, вот этого буквально две ниточки осталось. Этого тоже две ниточки осталось. Вот этого тоже две. То есть вот так. И что-то у меня еще закончилось. Или почти закончилось. А, да, 21-й вот цвет осталось буквально одна нитка. И все, больше нету. И вот четвертый цвет. Это один из красных оттенков. Здесь тоже одна ниточка у меня целая осталась. И вот один такой хвостик прицеплен. Все. Металлик. Здесь еще был металлик. Металлик остался. Немного металлика осталось. Просто я его вытащила, когда вышивала, и не прицепила обратно. А, вот он. Вот я его вытащила, и не прицепила обратно. Так что осталось. Мне кажется, что я еще потеряла где-то металлик. Его было чуть больше. На одну, ну, так скажем, пасмочку. Пасмочка в данном случае состояла из трех ниточек. Поэтому металлик все-таки здесь его достаточно. Ну, потому что здесь используется совсем немного металлика. Совсем чуть-чуть. И вложенного в набор хватило. Но вот некоторых цветов прям было так с опасением, да, хватит или нет. Я понимала, конечно, что если белого у меня вдруг не хватит, это не страшно, белый цвет. Ну, здесь ниточки DMC, белый цвет у меня есть. Но все же, как бы, немножечко опасения некие были. В общем, если будете вышивать этот набор, вышивайте аккуратно. Нитки не транжирьте. Ну, такая вот замечательная красота. Это у меня второй финиш на этой неделе. Ура-ура! Наконец-то я дождалась финишей. И даже двух финишей подряд. Давайте будем записывать результат. 1812 крестиков у меня получилось. 1812. Вот. Это третье задание кубика у меня было. И сейчас мы с вами выберем наборчик, который я начну. То есть сегодня у меня четверг. Я сегодняшний вечер посвящу тому, что я начну какой-то набор. А завтра мы с вами увидимся и будем бросать уже кубик. Вот у меня коробочка с неначатыми работами, которые запланированы, так скажем. И давайте что-нибудь выберем и что-нибудь начнем. Интересненькое. Ну, все же интересненькое, в принципе. Так, 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 так. Давайте, например, вот это начнем броситься как-то в руку. И давайте узнаем, что же это такое. Ага. Честно говоря, я надеялась. Если вы смотрели мое видео о планах, там я решила все-таки, несмотря на свою игру, какие-то планы построить. И я надеялась, что вот сейчас все так и пойдет. Вот как я задумала, как я запланировала. Но нет же, запланировать-то я запланировала. А вот как-то пошло не по тому пути, пока выпал мне анкор коровки. Да, это альпийский пейзаж. Я когда составляла планы, я на него смотрела, в принципе. На него смотрела, думала, что, в общем-то, он тоже так под весну подходит. Он тоже такой, ну, такие у него весенние оттенки, там, весенние, летние. На самом деле, мне кажется, чисто весенних дизайнов крайне мало. Ну, намного меньше, чем дизайнов, посвященных другим временам года. Наверное, больше всего все-таки это зима, осень. Ну, зима это много очень новогодних, да, чего-то. Также осень, лето. Лето, как в плане там цветы, сады, что-то такое, так и еще морские сюжеты тоже. А вот именно весны мало в чистом таком виде. Поэтому даже те сюжеты, которые, ну, для меня, может быть, воспринимаются как весенние, они такие, ну, скорее летние, чем весенние. Итак, анкор, коровки. Ну, вот как вы думаете, какой это сюжет, летний или весенний? Наверное, конечно, летний, потому что зелень уже такая, ну, ее много. Здесь вот уже цветы вовсю цветут в полях. Хотя, с другой стороны, весной, наверное, тоже такое может быть. И, опять же, весна у нас, ну, у нас весна, это вон снег за окном сейчас идет в данный момент. И весна где-то в других местах, это, конечно, выглядеть может совершенно по-разному. Поэтому будем считать, пусть, что это весна. Конечно, я немножечко расстроена, что выпал не набор, который я планировала. Но я думаю, что все успеем. Пока на данный момент я этому набору просто посвящу один вечер. Я его просто начну. Давайте его тоже откроем. Вышиваю эти наборы на родной основе, которая вложена в набор. Это 16-я Аида. Здесь идет полная зашивка, поэтому я не вижу смысла в замене. Так, здесь вышивается. И здесь все зашито, небо тоже зашивается полукрестом. Горы тоже полукрестом. То есть здесь вот вся вышивка выполняется крестиком, включая вот эти вот домики, елки. А то, что идет выше, даже вот здесь вот серая такая, ну уже гора начинается за домиками, это тоже крест. А то, что дальше идет, вот эта большая гора, небо, это уже полукрест. Хотя там тоже, по-моему, крестики белые встречаются вот для рельефа, видимо, для некого. Так, все остальное вот вышивается крестиком. Что меня здесь радует? То, что здесь не так много бэка. По крайней мере, вот здесь внизу я особо бэка не... Ну, нет, вижу, там есть немножко на листочках, но его немного. На коровках бэк это не страшно, не критично, его тоже немного. На домиках он вышивается легко. Вот, судя по картинке и судя по той панельке, которую я вышивала с овечками, на домиках там все легко в плане бэкстича. Там я убивалась с бэком в нижней части. Надеюсь, что здесь такого не произойдет. В целом эти работы вышиваются легко. Вот эти панельки, именно которые с пейзажами. А те, что с городами, боюсь, что вышиваются значительно сложнее. Вот так. Размер 32 на 14 сантиметров. Схема. Здесь, кстати, видно бэк внизу. Да, вот внизу здесь немножко все-таки. Немножечко. И он даже не очень убийственный. В данном случае у нас основа белого цвета, два органайзера. То есть здесь много цветов используется в работе. Органайзеры здесь дурацкие. Поэтому мне еще предстоит организовать этот процесс. В том плане, что нужно будет перевешивать, конечно, нитки с этих органайзеров. Я не люблю органайзеры Анкор, потому что они, ну, кто придумал вот это вот в шахматном порядке дырочки делать и номера ниток подписывать? Я не знаю. Ну, здесь, кстати, у меня еще более-менее как-то ровно они подписаны. А еще бывают так коряво подписаны, что они прям в диагональ уходят. То есть нитка, допустим, в этой ячейке находится, а номер от нее где-нибудь вот в полутора-двух сантиметрах в сторону. Такое тоже у меня было. Здесь более-менее ровно подписано. Поспешила я сказать, что ровно подписано. Вот смотрите, где написана цифра. Вот где написана цифра, да, 1086, одна пасма, и где она, ее нету. Нету. А по идее это должна быть вот эта вот нитка. То есть вот, видите, вот так. Здесь начинается тоже не очень ровно. 360 цвет, вот этот вот, да, коричневый тоже, он находится не прямо под этой цифрой. То есть цифры немного смещены. В сторону. И чем дальше, тем больше они смещаются, 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 и вот так вот уходят. То есть смотреть на вот этот органайзер, вот так, в таком формате, в каком есть, это чревато ошибками. Это вот прям, ну, я не знаю, я не буду, я так мучиться не буду, во-первых. Во-вторых, мне кажется, это ну крайне неудобно. Но я, конечно, делала таким образом, да, я проводила линии. Вот сейчас тоже проведу. Вот прямо от ячеек, вот так вот. Вот так вот. Это чтобы не запутаться. Ну, даже когда я буду перевешивать, мне эти линии не помешают. Сейчас вы посмотрите, как это получается. Всем я люблю анкор. Очень люблю. Очень он мне нравится. Ну, вот эта вот история с органайзерами у них. Я не понимаю, зачем делать так. И причем уже, ну, сколько времени у них это именно так. Вот. Видите, как съезжает нумерация. И как, ну, неудобно. Сейчас линии нарисовала, легче, конечно, так ориентироваться. Но все равно, во-первых, они очень близко. Даже вот элементарно, что они так близко друг к другу находятся, это неудобно. Во-вторых, вот это вот то, что нумерация такая корявая, это тоже неудобно. К тому же, на этих органайзерах, скорее всего, не присутствуют вот эти номера. Скорее всего, сейчас мы проверим. Но я полагаю, что, возможно, не присутствуют. То есть вот из этих моточков, которые в моточках, да, вложены, только один цвет, он есть на органайзере 265. Это вот этот вот цвет. Одна пасма здесь расположена на органайзере. Но чаще всего те нитки, которые вложены в моточках, их на органайзерах нет вообще. То есть их все равно нужно куда-то цеплять, подписывать. Понятно, здесь ячеек, конечно, хватает, можно это сделать. Но на органайзерах как бы все по порядку. Вот 1, 48, 50. То есть вот здесь до 352. Здесь идет дальше продолжение 360 и так далее. То есть на органайзерах нумерация нанесена по порядку. И по идее, если вот эти вот цвета куда-то размещать на этот органайзер, они будут как бы в стороне. То есть их уже туда не впишешь. В этот порядок уже не включишь. Ладно. Что-то я тут расстрадалась про органайзеры. На самом деле это мелочь. Я все равно перевешиваю нитки без проблем. И мне будет все очень удобно и замечательно. А сами нитки, конечно же, красивые. Вот такие вот ниточки. Красота. Особенно вот здесь. Такие прям приятненькие, нежные. Здесь погрустнее такие оттеночки. И вот еще много дополнительно зеленых оттенков вложено. Что логично. Потому что там зелени, конечно же, у нас очень-очень много. И в итоге у меня будет потрясающая, прекраснейшая работа. Ладно. Вот. Повышиваем ее сегодня. И посмотрим, что же до завтра я успею сделать. Ну вот, что мне получилось сделать за вечер. Начала я снизу, как обычно, с нижнего левого угла. И немножко повышивала цветочки. Что я хотела сказать на данный момент. Я поняла, что хоть я сейчас на весну эту работу не запланировала. Но тем не менее, она действительно какая-то такая весенняя. Но благодаря, наверное, тоже цветочкам, оттенкам. Именно таким нежным в целом. Да. То есть в большей степени здесь нежно-зеленые такие оттенки. Не темно-зеленые, ну, елочки, понятно. А в основном такие светленькие. Поэтому строение у этой работы все-таки, как мне показалось, весеннее. И я с удовольствием повышивала. С удовольствием вспомнила, как это классно вышивать анкор. Потому что, ну, вы знаете, я анкор в целом люблю. И вчера, когда я вышивала, я тоже думала о том, как же здесь приятно ложатся ниточки. Какие же сами нитки приятные. Как они, они какие-то такие мягкие довольно-таки. Не путаются. То есть, ну, вот как-то укладываются хорошо. В общем, я еще раз вспомнила, как я люблю нитки анкор. Вот. Прям с огромным-огромным удовольствием. Вышил вот такой кусочек, как мне кажется, совсем он небольшой. Но по крестикам, судя здесь, 839 крестиков. До тысячи не дотянуло, но тоже неплохо. И когда смотрю, вот как-то мне не верится, что здесь 800 крестиков. Ну, что-то как-то мало, мне кажется, получилось. Учитывая, что канват 16-й не должно быть. Ну, крестики не такие уж прям совсем мелкие. Но будем верить саге. Вешиваю по саге. Здесь можно посмотреть, да, какой кусочек я сейчас вышиваю. Я еще не дошла даже до самых-самых верхних вот этих вот цветочков. До них еще пока не добралась, получается, да. То есть, вот-вот, вот эту вот часть, где-то до середины, получается, я дошла по горизонтали. Вот здесь как раз серединка. И вышиваю вот эту полянку. Так, ну, что по организации. Я решила использовать пяльцы 19 сантиметров, 19,5 сантиметров от норги. В основном просто потому, что, по-моему, это единственное уже, что у меня осталось свободным. На данный момент у меня все куснапы заняты. И пяльцы тоже, только, наверное, еще есть вот такие круглые норги, маленькие, свободные. Вот, если мне что-то еще надо будет начинать, я не знаю, как мне начинать. По-хорошему надо бы, конечно, заканчивать сначала. Так, и хотела показать вам нитки. То есть, я перевесила нитки на органайзер от Дубко. Получилось у меня так, что его не хватило. То есть, здесь 36 цветов можно расположить. В этом наборе их больше. Мне кажется, что когда я вышивала коровок, ой, не коровок, наоборот, овечек, там было поменьше. Потому что там, по-моему, у меня на Дубко все входило. Вот, а здесь нет. Получилось еще 6 цветов. Я сделала такой вот небольшой одноразовый органайзер. И вот здесь у меня 6 цветов. То есть, получается, у нас 44 цвета используются в работе, плюс 3 бленда. Решила я сразу заготовить ячейки под бленды. Раз уж пришлось вот так делать, не знаю, буду ли я ими пользоваться или нет, но пусть будут. Вот, то есть, получается 44 цвета и 3 бленда. Такая история. Я еще обратила внимание, посмотрела ключ внимательно, что там есть полукрест в 3 нити. То есть, он не весь в 2, а есть еще и в 3. Ну, вот, наверное, из таких каких-то особенностей, что ли, это пока все. Ну, а так, смотрите, какая красота. Ниточки приятные, красивые. Все замечательно. Поселила я здесь вот такого ленивца. Потому что мне показалось, что он как-то соответствует этому настроению, этому безмятежному, такому расслабленному настроению этой работы. Вот, поэтому пусть он здесь живет. Еще и по цвету под пальцы подходит. Так, запишу результат. Тут у меня место уже закончилось. Куда мне вписать? Вот сюда, что ли, вписать? Анкор. Сколько я сказала? 839 крестиков. Это 5% работы у меня готово сейчас получается. И всего за неделю я посчитала, у меня получилось 5282 крестика. 5282. И плюс бабочка еще бисерная была. То есть она вот в эти крестики не входит, потому что, ну, потому что сидеть, пересчитывать просто бисеринки мне не хочется. Вот, поэтому, ну, несколько больше. Ну, думаю, что около 6, наверное, тысяч есть. Где-то так. Вот такой у меня результат за неделю получился. И теперь можно бросать кубик, выбирать работу для всех на следующую неделю. Но мне нужно сначала замену перцу какую-то сделать, потому что перец закончился, да, нужно сделать что-то еще. Здесь у меня вот сколько начатых работ, которые могут сейчас попасть вместо перчика. Сейчас так вот. Это все, что у меня начатое есть. Ну, давайте посмотрим, что же будет участвовать в игре у меня под цифрой 5. И это будет, ну, давайте, например, вот это будет. Будет. Ой, потеряла. Так. Классик дизайн рождественские мишки. Вот так вот. Совершенно все идет не по плану моему весеннему. Ну, ладно. Пока, значит, так. Классик дизайн мишки. Так, впишу вот сюда, лежат там. Ну, что ж, давайте приступим теперь к выбору процесса. У меня на этой неделе получилось, что две замены произошло. И теперь у меня моя шестерка это Париж от Goblin Set. Шарик с котами. Риолис сказочная долина. РТО. Маки убегающие в горизонт. Классик дизайн медвежата. И лошадки от Риолис. Вот такая у меня сейчас игровая шестерка. И, честно говоря, я даже не знаю, что бы я хотела из этого повышевать. Все, конечно же, замечательное и интересное. Но, наверное, чуть больше хотела бы, чтобы выпала двоечка. Потому что шарик хочется закончить. Вот. Интересно тоже, какие у вас сейчас задумки. Что бы вы хотели, что бы вам выпало. Загадали. И давайте узнаем. И что же нас ждет? Какое задание на следующую неделю? Три. Троечка. Троечка уже была. Я надеюсь, что вы порадовались этому выбору. Я с удовольствием, в принципе, повышеваю Риолис шерстью. У меня неплохо весьма идет. И сейчас у меня там не самый сложный участок. Надеюсь, что вас тоже троечка порадовала. Вот такое у нас получилось задание. Я итогами своей недели довольна. Мне кажется, она получилась крайне разнообразной. Я на этой неделе успела повышевать, получается, шесть работ. И это, конечно же, много. Может быть, в каких-то продвижениях были не такими большими. Но зато у меня закончился перец. И там продвижение было очень хорошее. Хорошо повышевались лошадки. И еще и закончилась розочка. Поэтому, конечно же, я своей вот этой игровой неделей довольна. Очень надеюсь, что вам тоже понравилось. Мне кажется, она получилась очень длинной. Из-за того, что были финиши. Из-за того, что были старты. Из-за этого было о чем поговорить. Поэтому получилось длинненько. Когда идет просто продвижение процессов текущих, то там каждый раз чего-то нового рассказывать особо много нет. Такой информации. Поэтому получается покороче. Но вот эта неделька получилась, мне кажется, совсем длинной. Я, конечно, еще не монтировала. Но вот по ощущениям это так. Что еще хотела сказать? Еще у меня тут такая мысль возникла. Может быть провести какой-нибудь прямой эфирчик небольшенький. То есть, ну, такой недлинный. Как вы на это смотрите? Я абсолютно не знаю, на какую тему проводить эфир. И может быть просто вот, просто выйти в эфир и поболтать о том, о сем. Как вам такая идея? Ну, где-нибудь среди недели, не выходные. Я пока об этом думаю, еще точно не решила. Но мысли такие есть. Ну, что ж, наверное, это все. Как всегда, буду рада вашим комментариям. Как вам моя неделя? Не утомила ли я вас в такой длинном видео? Понравилось ли вам или не очень? Лучше, когда как-то покороче получается. Как вам еще такое разнообразие? Как вам выпавшая троечка? В общем, пишите, пожалуйста, обо всем. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»